Привет, друзья! У меня в гостях известный журналист Фидель Суханов. Сегодня мы поговорим о старости. Привет, Фидель! Добрый вечер! Че дэнь, че? Ну что, все мы будем когда-то старые, я думаю, да? Конечно, не хочется думать о старости, но приходится, потому что у всех уже родители на подходе. У меня родители уже, правда, у меня уже умерли, но я знаю, у тебя родители. Вот еще отец живой, уже старенький, все, они нуждаются в уходе. А вот об этом мы сейчас, я так думаю, очень интересно с тобой поговорим, как говорится, поделимся опытом. Я своим, а ты своим. Я думаю, зрителям это будет интересно, как ты считаешь? Ну, наиперше, якщо мы про це поговорим в социальном аспекте, а він тут просто сам на себе напрошується, то ясна справа, что это та тема, яка без приближения будет торкаться каждому. А если говорить про старость, то я нашел такую интересную информацию. За свидетельствием специальных исследовательских центров, залежно от каждого человека, ну, это индивидуально, старость начинается от 50 до 70 лет. Так что, это сумна речь, но она тогда по-разному проходит, яка, ну, от меня уже торкнул, да и тебе уже торкнул. Ну, если говорить про вековую мете. Все, мы проговорили, сколько нам лет. Ладно, ладно. Но я сейчас не столько про то, зрештою... Но нам еще не 70. Зрештою, ты же будешь согласен, как и наши глядачи, я думаю, с тем, что старость у нас вымиряется станом души, наиболее, а это тут другая категория. В нашем социуме, возможно, это наслідки той добы, в которой мы все жили, в советской добы, я там ее не критикую, но так было завжди, что люди не думали, как они зустринут старость. А что я имею на увазе? Первое, это свое финансовое обеспечение. И второе, насколько твое финансовое обеспечение позволит тебе не быть тягарем для твоих батьков и родных, если прийдет вот эта сумная пора. И я вижу, что усведомления этого в общественном мире нет. Точно. И мне кажется, что сегодняшние, даже такие, как мы, там за 50, под 60, они б мусили уже быть ответственными, принайменно перед своими детьми. Ты прошел это, я так же проходил эти пробования, когда доводится вирішиваться без трудных вопросов, когда родители становятся тяжело хворыми. А в нашем соцсети уже наметилися какие-то возможности для того, чтобы это было более цивилизованным. Главное, не так виснаживалось для детей, для родителей и так далее. Уже существует в Дніпре, я торгнулся с этой темой, где-то много, ну, принаймні, не один и не два пансионата с доглядом за людьми похиловик. Иснует так званное пожитие страхование, когда человек, працюючи еще, там есть элементы, которые связаны с рисками того, что мы завжди не доверяли, не безпредставно, там, якимось, значит, институциям, які обещали, там, Сбербанк колишній Радянського Союза чи якісь банки інші вже в Україні, збереження ваших вкладів. Але іншого виходу немає, як відкласти гроші для того, чтобы старості ти навіть за наших поганых социальных и экономических умов будешь безбезпечен. Я абсолютно відповідальна, я как журналіст, який в этой теме працюю уже не один рік, чи цікавлюся, хочу сказать, що навіть наше покоління пенсійное забезпечення буде мати, ну, дуже скромное. А якщо говорить про тих, кому зараз 40, це буде пенсійное забезпечення, ну, державное мається, так званное солидарное, воно буде на рівні, ну, так сказати, буханки хліба придбати. А 30-річні взагалі навряд чи матимуть пенсію у повному розумінні нашого слова. Тому сьогодні, окрім того, як людині брати на себе відповідальність за свою старість, іншого виходу немає. Я тебе скажу, щас один секрет раскрою. Так вот, що до секрета. Я думаю, що моя мама вряд ли думала о том, о якому-то обеспеченні, там, на... Ну, знаєш, як раніше, я щас вспомінаю, мать, все старі люди, вот, советської закалки, вони всі собирали, копили на старості. І вот, такий один день був, мать мене приглашала, говорит, «Цынок, іди сюди, вот тебе мої всі деньги, мені вже деньги не потрібні, оставля їх себе, положи, пускай лежат у тебе». Я думаю, вряд ли мать думала, що она там завтра или послезавтра умрє. А она мене просто дала, говорит, «Мне вже не треба, я вже старая, забери к себе». Я положил эти деньги, і вот, как-то, вони не понадобились, мені, в принципі, і своїх денег вистачало, щоб мать содержати. Ти ж знаєш, там, у мене було тяжелое болезнє. Я не думаю, що... Вона копила якісь деньги, хоч і пенсію. Віталі, я не думаю, що, як би сказати, приклад твоєї матері – це поширений приклад. Наверное, нет. Не поширений, тому що, дебільше, наші люди, як ти сказав, советської закалки, вони розраховували на пенсію. Завдання було таке, що постаратись заробити більш-менш пенсію, і за тих умов, певно, десь, я вже не беру аспекти, скажімо, коли траплялась біда, там, памперсів навіть не було, то був Армагеддон ще більш складний, ніж зараз. Але сьогодні ми живемо в інших обставинах. Сьогодні пенсії не буде достатньо людині для прожитку. А вже тим більше на випадок хвороби, на випадок якихось неперебачених обставин. Ну, насчет хвороби це точно. Ну, а старість, глибокі старість, це завді хвороба. То я, як пам'ятаю, рабочую 90-х годів, одна 10-я аптека у нас была, правильно? cath не пам'ятаю? Все и questions. А почему? Я задаю себе flipp Nayск від нисі до верху, одна 10-я аптека між центральному проходному і все. І всіх clothing. Я, як не зайдуваю dehydнуля аптеку, в 올라�й bio Inter інше. Ну, мать говорит, купи там цитрамон, ананалghіна. В eager tule тому дня. Ти не питаєш 고민у почему? А нація була здоровая. нация была здоровая извини я не буду говорить ни на кое-что но это написано в древних писаниях ты есть то что ты ешь пьешь и дышишь мне сказали не складно подтвердить и через просту ваты твою ну как она была на рабочий на богатом меньше ну что ты не согласен что твое здоровье зависит напрямую от того что ты ешь ну а как очевидно и то что ты пьешь не доводен тут есть разные факторы возможно все же таки выше как бы сказать культура здоровья у нас стала немного выше возможно я и про это думаю когда раньше раньше и по сегодня это снова таки проблема наш пересечный как принято говорить спевгромодянин шов до лекаря уже ее тюди теки несли а не в усьом свете профилактика это запорука здорового способа жизни плюс хлеб у нас был вкусный но согласись не такой как сейчас я я не готовый прокомментировать оцю твою тезу она справді цикава и справдя сгоден с тобой еще одна теза массовость физкультура и спорта было раньше массовой просто массовой я брал интервью одного тренера наше бк днепр так а сейчас же смотрелом сколько спортплощадок везде строить то 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 вроде бы ну должны подростки быть здоровые крепкие ритака при союзе то все было бесплатно и это решающий фактор я думаю один из решающих фактор я думаю вот все прошу ты говоришь воно больше повязано с тем что у нас життя стало больше сложным если ты имеешь великое желание я уверен что за сегодняшних умов можно займаться физкультур можно стритворкаут можно бордюров всем хватает а мне выглядит так что наши люди сегодня меньше мают вольного часу они библи 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 життя так и стало жорстке может через своей причине ну а ты что зараз секси меньше я згоден так само ну лучше давайте тогда старость и вернемся а шо ж тогда делать детям я так думаю что надо помимо того что там старики как-то копят пытаются копить Я думаю, надо, конечно, и детям, которым уже исполнилось, я думаю, даже вот так 30-40, уже надо думать о старости своих родителей. Абсолютно правильно. Я хочу сказать, что в всем цивилизованном свете есть так называемое дожитевое страхование. У нас в этих компаниях так же достаточно. Ну, я еще раз подкреслю, много наших людей просто не доверяют, они говорят, что могут сгореть гроши. Такие риски существуют, но, на жаль, в принципе, кроме вот такого страхования ничего, потому что депозиты в банке это еще больше рисков. Под подушку, под матрас, под подушку складывать. Ну, тут нужно искать разные шляхи, но жить сегодня 30-летним с надеей, что, как при Советском Союзе дадут 120 рублей пенсии, и этого хватит сидеть, играть в домино в дворе, этого не будет. Я, снова таки, в этом глубоко поверен. Но в Советском Союзе хоть похоронить бесплатно стоило. Ну, и 120 рублей хватило, чтобы играть в домино, ты мог пойти. Инша справа, что ты не мав тех возможностей, которые сегодня дают финансы, и, снова таки, в охране здоровья ты зовешься, и все-таки и инше, и инше. Ну, я тебе скажу так, конечно, грустно, но, как мне кажется, что вот эти вот даже люди, которые уже 40 лет, я думаю, они не думают о том, что надо откладывать родителям на старость. Ну, давай скажем так, вот это явление, которое называется видеоблогер, это же социальное явление, и вообще видеоблогер тогда нужен, или он важен, когда он не несет какую-то социальную ответственность. Заразумело, наша разговор абсолютно ничего не помирит, но, хотя быomma, это аспект, который, скажем так, позволит кому-то подумать про это. Вот это важное для журналистов, видеоблогеров доносить, это не только писать, кто там с кем спит, и расс comentать, а разумение. Что ты же сейчас делаешь? Что я тебе скажу, что я делаю, я уж точно, вот на примере своих родителей, да, вот, я уж точно буду собирать деньги, как говорится, себе на смерть, чтобы дочке отдать, и потом сказать, вот тебе дочке положи, пускай лежат у тебя, чтобы она потом не знала проблем, как поховатимыми. Не только поховатим, может быть, ну так, сумна у нас разговора выходить, но что, сделаешь, так же жизнь. Может быть, может быть ситуация, когда там не год и не два, нужно иметь догляд за неделю. Ты значит, я уже философски к этому отношусь, я так говорю, так мы все там, там будем все. Ну и далее, это не высокая философия, это реальность, и та реальность, которая неминучая, кому-то пощастить больше, кому-то меньше. Я говорю, все равно все там будем, рано или поздно, конечно лучше поздно. Солнце сгаснет за 4 миллиарда лет, и Земля прекратит существование, то что же говорить про нас? Да, да, ну такую тему мы грустную, конечно, затронули. Но важливо, я уверен, что про это мают говорить те чиновники масс-медийные, которые чувствуют социальную ответственность, кто-то мает пропагандовать здоровый способ жизни, кто-то мает пропагандовать отмолву от шкодных звичек, кто-то мает пропагандовать и эту тематику, что люди добрые, вы же маете на увазе, нужно жить на уровне. Да, так что, друзья, в завершении тогда скажу, подумайте сейчас, уже сейчас подумайте о своих родителях, подумайте. Ну и о себе, конечно. Пока. Субтитры подогнал «Симон»